салют друзья мы опять в стабураксе нашем любимом месте костян на берегу а мы поедем а мы поедем ловить на мель крупную рыбу на маленькие спиннинги сейчас нам сообщают до костянович от атаковал два раза причем ну ничего да не знаю сейчас посмотрим что туда неплохой слуш по-моему шишка или же решок ух ты какой кабан игр давай подсак только осторожно папа есть суши какой кабанера и мое набрал так интересно знаешь нет без удара так мягко но клади ах ты блин надо еще раз туда кигануть одного достали вот за как только пропала отражи красное отражение неба с воды вроде как начала рыбка играть сейчас может быть сомик возьмет мы думаем прошлый раз когда у нас там что-то очень большое сорвалось то он около берега плюхать может ближе к берегу нам над этих обком убирать между островком и берегом сегодня вода высокая на мели даже глубоко что комары лучше пока не таковал бы или жерех есть смотри-ка хорошо кстати этот хорошо шарнул ударил именно наверное именно ударил не смотри что-то не сопротивляется ударил не чувак но знаешь как они любят а шарнул и бабах отлично не надо так и продолжаем движение вот костяна доночки вот костян кто-то тут колдует что мы колдуем костяна донку на ужин как-нибудь кашку тварь и по гречески баночки друзья консервные всегда обжигаем потом закапываем и они отлично сгнивают что скажете профессор о какая бабочка на на вот новый казанчик но как бы старый друг подарил ему не нужен а молодцы опробуем сегодня первый раз не знаю еще не привык но прокалили же моего зата на проколе я еще не привык как он готовится этого подгорать я как фонарь в руку взял меня просто опановали мотыльке вот дровишки на ночь заготовлены пайка на ночь заготовлено ну будем сейчас жарить макароны гречку макарон на завтра я поменю гречку да ну отлично все поменю гречку как гречку хорошо ну потом спалим вот такой тут костя притащил себе подставочку для донок цените вот такая ну чтобы чтобы не нагибаться он камушек приволок небольшой некий такой для масштаба вот я вот камушек пока у него не клюет мы с игорем поймали хороших окуней там и не в садочке на садок такой с поплавками раз покажу окушей ну хотя ладно завтра покажу нет сочет что на леску не кинуть на леску а ты куда за камнями ходил да под чайник я думал ты уже забрался спать ну смотри улитка предприползла по гречке разговор зашел сразу спать расхотелось да я просто у этого чайника ручка немножко нагревается костя я накладываю она уже пропарилась думаешь ну если не пропарилась ты проверишь ну-ка покешь ну костяныч молодец пока я ходил машину вот это уже подлещечек красивенький беленький такой дорогой для поздравляю да ничего красивый а как клевал уверенно уверенно долго отлично там у нас в лодке спит игорь скоро он начнет храпеть и главное чтоб не сорвала в этот момент тент с лодки здесь костина берлога но здесь сам костя подстроить давай по крестостям рассыпалась пыльца мужики домой подснежники несут закипает гормональный фон прыщаваются а у меня седые волосы носу седые волосы к носу мышь книжки лав из голодухи не сосут может съел такого я зодиакального а вна что у меня седые волосы к носу Может, гены мои сильно не того Пострадал судьбой убитый организм Может, мама на сносях переедала ГМО А может, вино и всему врожденный анонизм Эх, куплю за пару баксов купорос Выпью сок свекольный, хну туда, хлюх И покрашусь весь гламурный от ногтей до волос Но вот что с лысиною делать не пойму Все смогу, превозмогу перенесу Я породаю из тех еще мужчин Не сломают, не согнут сидаи волосы в носу Но лишь бы не было мимических морщин Выпей пиво и жизнь наладится Говорят умные мужчины Выпей пиво и разгладятся Мимические морщины Съешь арбузик и жизнь наладится Говорят умные мужчины Сделай что-нибудь и разгладится Мимические морщины Мимические морщины Мимические морщины Я еще не видел, ребят, смотрите Ой, малышок Вообще, просто Блин, какой он красивый Иди сюда, подожди Иди сюда, иди сюда Иди сюда Блин, оттянулся как лещара Ну да Ой, смотри, какой маленький-маленький-маленький Ты знаешь, Костя, что это лучший живец на сама? Да? Да Блин, ну мне жалко Мне тоже жалко Да и снасть у меня не самовья Да, поэтому На, аккуратненько Выгрызай ему мозг Да не-не, крючок выбирай Не-не, нормально, ничего страшного Это что, щетка-то? Возьми эту Да Только не кидай Положи его аккуратненько Сколько ему? Так, сейчас пойдет, пойдет Опа Ну пойдет он, но знает куда Он сейчас усами дно начнет щупать Смотри Смотри, он такой Ну, интересная рыба Да, классная Пошел, пошел, пошел Пошел, давай, давай Свои хвосты наружи, да? Не, все нормально Он же офигел Он же с 15-ти метровой глубины Там же куда-то кидаешь 15 метров глубина Все нормально Пошел, пойди Давай, пошел Ну, герой, Костя Да, конечно Икру скоро начну вытаскивать Икру? Убираю Ложимся спать Сейчас ночи Костя остался Пробовать поймать леща Или сама Сейчас ночью, возможно, будет клевать А мы с Игорем легли спать Игорь в лодке залег Храпит там Я в машине Завтра Нам вставать рано Вернее, как завтра Уже через пару часов вставать Будем пробовать с утра ловить Все, пока 5 утра Не знаю, Костя поймал что-то ночью Не поймал Костер весело горит Костер горит Вот Поймал лишь что-нибудь Костя Смотри, воды еще чуть-чуть добавилось Прибавилось Да, я тоже боялся, что будет Ну, как ты сказал Что может уйти И мне почему-то казалось Что лодка уже на камнях Посмотрел Были со спадком Так, смотри, нет Да Все на месте Все хорошо В общем, короче говоря Если бы была бы погода хорошая То мы чуть-чуть проспали Нам неизвестно Погода Минут 30 Проспали Ну так, вроде бы Нормально Нормально Даже свечку сделал Какой бойкий окунь Пацан, надо? Нет Красава Даже свечку выпрал Надо же Хорошенький Сошел Атаковал красиво Агрессивно Очень агрессивно Ох, смотри как Ух ты какой Ух ты Судак Жерех Щука Щучара Хе-хе-хе Хе-хе 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 Пацак нужен Щука Есть Штандарт Выход Замечательно Шарахнул 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 Да Шарахнул Собик может быть стоит тут под этим обрывом, ждет пока, либо лягушка с этого обрыва скатится, либо медведка вылезет, хотя медведка здесь вряд ли в этой глине, в доломите, если только какая-нибудь специальная каменная медведка, каменно-глиняная, глиннокаменная. Головлик вытонул, я его из-под берега вытащил. Головлик, надо только ближе к самому берегу кидать, под самый-самый, чтобы ему казалось, что это с берега скатилось. Саданул, конечно, маленький Головлик, саданул как со всей дури, разогнался. Под самый, видишь, под самый-самый-самый берег. А взял уже там, где глубина сумасшедшая. Видишь, попер рыбу поднимает на поверхность, даже с глубины. Вот березка. Известнейшая. С третьей попытки только попало, по-моему, щука. Первый раз мимо, второй раз мимо, третий раз хлобысь. Да, щука, ну смотри, как мочит. Только бы, пожалуйста, не зафлюра. Карбон, подруга. Подсак нужен будет. Ну, давай, давай, давай. Жерех, Игорь. А, нет, щука. Так. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Люрик во рту, давай, ее бери. Ну, до свидания. Спасибо, что не откусила попер. Отпускай. А, подожди, хорошие опыли. Не щука. Тут уж, что говорится, не перевернешь зато поперед. Ну, хорошенький. Жирняк, жирняк. Так, ну что, кидай его, Игорь. Все, 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 кидай. Там просто островок этот. Вот я на этот островок как бы кинул. Да, над этим островком всегда есть рыбка. Включи якорь, Игорь. Долго он. С третьего раза только. С четвертого. С четвертого. Пловим два часа. Поймали окуней. Сколько штучек? Шесть, наверное. Попускали немножко, парочку. Пару щук. Одну выпустили. Вот дерево плавает. Вот так. Тут много деревьев на Долгове плавает. Бывает, что не видно под водой топлики. Летишь на моторе. И уворачиваешься. Поедем в Заводь еще. Попробуем в Заводи покидать. Потом поедем завтракать. И спать. А потом проснемся и будем что-нибудь готовить. Прикольно. В Казани. За одно утро уже боевой. Уже шарпанный весь. Хороший вариант, да? Смотри, пластиночки внутрь вставлены. Ага. Выбил из травы. На, пушарик. Да, если сорвется, ничего. Он небольшой. Ну вот так. Утренняя рыбалочка принесла успех. Сколько мы ловили? Три часа где-то. Вот такие вот. Эх, экземпляры. А мы приехали позавтракать. И спать. Ну, чокось. Снимем сегодня что-нибудь прикольное. Да. Будем на Казани. Азупо-татарски делать. Азупо-татарски. С соленными огусами. О, центряк вещь. Так что надо быстрее спать. А ты, давай, лещи нам тоже нужны. Ну, два есть уже. Еще будут, я думаю. Надеюсь. Закормить бы еще, не? Да. Сейчас закормим с лодочки. Хотя, я могу тебе и так закинуть. Ой, гречечка. С тушничком. О, гречечка с тушничком. Здравствуй, подлещик. Ну, что? Что-то все мельче и мельче. Игорь, кинешь в садок? А, золотник. Ну, да. Кинешь, Игорь, в садочек? Конечно. Что-то тащу. Ну, да. Слушай, они такие бодрые. Он грамм 350-го упирается, как килограммовик. Хороший клей сегодня, слушай. Да. Возможно, под вечер крупняк пойдет. И прикормочка работает. Ну, что, вполне зачетный. Вполне зачетный. Да. Так что, у нас сегодня по двум фронтам идет бой. Костян на домке. Воблу заготавливает. Мы с Игорем по хищнику. Пока Костян одевал штаны. Даже не одевал, просто заглянул в палатку. Забросил и пошел заглядывать в палатку. И он так раз один глаз в палатку заглянул, а второй на донке. А он раз травинкой прикрылся и все, и не видно. Подлещиков больше нет. А вот все, окунь и щука. А это что? Беложастик-то наш. А, спрятался. Красиво так как. Красиво, Костя. Друзья, вы просите нас, чтобы мы снимали длинные ролики про рыбалку. Как мы что там делаем. Вот наш сегодняшний лагерь. Обычно у нас лагерь либо там, вот на том полуострове, либо вот в этом лесу, на этом полуострове. Вот. Все было занято. Поэтому мы вот здесь на таком-то точке. Но здесь классно. У Кости клюют подлещики. Шесть штук поймал. Шесть штук. Нам удобно здесь парковать лодку. Вот. А мне нравится камень. Камень красивый, да. Вот. Палатка. Для палатки место нормальное. Вот. Тут у нас мусорник, который мы обязательно вывозим всегда после... Мы и свой вывозим мусор, и чужой вывозим мусор. У нас специально всегда мешки 250 метровые. Так мы что, мусорщики сядем? Мы мусорщики. Вот. Мы чистильщики. И, кстати, для Костяка место тоже уютное. Когда мало людей, а настроя. Вот так садимся. Здесь такая стеночка из зелени. Ночью она отражает огонь. И очень классно сидеть у костра. А сверху она закрывает от мелкого дождика. От мелкого дождика. И сегодня Костяноч, ну и вчера, будет на гитарочке нам что-нибудь играть. Да. Может быть, выйдем в прямой эфир в YouTube. Ладно. Ну что, посмотри, как там у нас. Что там и как. На этом этапе можно огурчики бросить. Красава. Азу. Ну что, давай сейчас бросаем. Эй, мужик, клюет. Был бы хлеб, стал бы я его ловить. Опа, пошел. Друзья, Костяныч забасал азу по-татарски. Ну вот, слушай, это вообще прям одно из моих любимых блюд. Ну это одно из самых вкусных блюд, которые мы делали. Да. Ну оно такое, острое, кисло-сладкое какое-то. Ну вот, как говядина трясется. О, картофан. Насыщенный вкус очень. Да, первое время, я всегда говорю, в каждом видосе насыщенный вкус нам. Он такой... Блин, не передать. Нереально. Игоря будить не будем. Он такой, картошка в такой... Мясо в такой глазурьке, как бы, получается. Это не бульон, а такой и не соус. Он какой-то, как знаешь, карамель, только не сладкая и мягкая. А мы не добавляли туда ни сахара, ни меда, ни пива, как обычно. Сахар был в картофеле. Ну да. Ну, в огурцах тоже, может быть, был немножко. Но еще был в томатной пасте. А, ну в томат, тут чуть-чуть сок там положил, да. Обалдеть. Обалдеть. Чеснок в конце обязательно надо докладать. Ужин. Давай. Слов нету. Только у тебя журнальный какой. Можно только кушать, кушать, кушать. Облизываться. Еще раз. Есть. Очень вкусно. Да, и у него острота такая постприходящая. Классная. И я и раньше к татарам относился с уважением. Но сейчас я их просто залюбил. И продолбил кость, Игорь. Самому уважаемому человеку. Так было вкусно, что я пролезал ее насквозь. Пролезал. Да, я вообще под аффектом. Заготовка дров. Вот. Смотрите. Мы уже который год на ясене готовим все на ясене. Очень жаркое дерево. У него много сухого здесь. Вот то, что в нашем видосе про гуляш, там где дровишки сложены, это вот этот ясень мы его попилили. Именно вот этот ствол. Именно вот этот. Вот. История такая. Ясень крепкий. Все с ним в порядке. Древесина шикарная. Да. Но вот корни, видите, некий грибок у нас в Латвии. Ну, вернее, в Европе во всей. Те люди, которые знают, разбираются. Ну, лесники утверждают, что через 25 лет ясени не останутся. Потому что даже такие молодые деревья, вот, у них поражаются корни. И, к сожалению, они падают. И когда мы были здесь в лагере, вот, когда мы снимали гуляш, тогда здесь сидели ребята в этом лагере. И они поставили, хотели палатку поставить здесь, а поставили на несколько метров дальше. И в эту ночь рухнул этот ясень. Он был несколько, у него было отростков. Раз, два, три. И он прямо сюда вот так. Здоровенный ясень с огромным грохотом сломал тут все вокруг. Просто вот так. И вот он лежит. И вот мы его уже который год, второй год подряд пилим. Вот. Так что чуть не зашибло людей. Ну, а нам пригодился ясенек. Смотри, кто-то закопал бутылочку под ясень. Точно, ничего себе. Смотри, это еще советская бутылочка от одеколона. Тройного. От тройного одеколона бутылочка. Она в корнях. То есть она прямо вот, ну, вокруг бутылочки выросло дерево. Это еще раз говорит о том, что не бросайте в лесу. Да, то есть вот с советских времен стеклянная бутылка. Мы ее заберем с собой. Ей ничего вообще не сделалось. Ей ничего не произошло лет за... Ну, сколько этому дереву? Лет 30. Вот лет за 30. Даже пластмассовые крышки. А запах есть? По-моему, есть чуть-чуть. Дай нюхнуть. Ну, что-то да, что-то есть такое. Вот в Советском Союзе какое делали одеколонные. Ну, многие этого не знают. Бить можно было. А между прочим, я на почту заходил, значит, тройнуха до сих пор продается. Да? У нас на латвийской почте? Вот так. А вы говорите Европа. Полтора лата, ой, полтора евро, по-моему, или меньше. Надо брать. Все, поехали. Да, погнали. Сворачиваемся. У нас сегодня игра в городки. Да, вон биты. Вон биты лежат. Ясеневые. Как раз на троих. Это у нас такие суровые городки. Суровые. Да. Для суровых ребят. А кидать надо с воды в положении... В плавучем. В плавучем положении. С надводного положения. А, правильно. Завтра же день... Военно-морского флота. Вот. Так что, Костя, ты будешь у нас завтра тральщиком минным. Нет, я как был поваром, так коком и останусь. Да? Ну, ладно. А ты кем будешь? А я как был, страшеной минно-тропедной командой, так и останусь. Костя, будешь голову мыть? Я не настолько суров. Я суров, но как бы это... Но не челябинский. Ну, заливай. А там нет вся этого, не засыпано еще. А мы настолько суровые, что мы кипяток вместо челябинского. Что мы завариваем термос. Да. Голый термос. На мели пока что не берет. Мы выехали сейчас уже вечером. Еще, скажем так, рановато для мели. А вот, хотим попробовать вот эти обрывистые берега. Тут глубина порядка 15-18 метров под этими скалами. 20 метров местами. Вот, резкие-резкие обрывы. Будем кидать в эту стенку. И такой ступенчатой проводкой будем прощупывать этот обрыв. Вдруг судачок стоит и лесом в засаде. Однажды я тут и головля поймал за хребет. И судака за задницу. Прямо за анальное отверстие. Вот этим известна эта скала. Анальная скала. Ха-ха-ха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Так они не курсируют, да? Субтитры делал DimaTorzok Ничего мы не поймали на джиг, поэтому потеряли одну блесну и отправляемся на мель. Смотрите, вот этот дуб уже лежит здесь лет 7. Это ты знаешь, что я лет 7. Ну, в смысле, я знаю, что он здесь 7 лет. А сколько он реально здесь лежит? Какая погодка! Жерех начинает бить. Бить прямо в лоб. Лоб прямо в бить. Вот такая у нас красивая река. И места красивые, и мы красивые, и день красивый, и все красивое. И вы очень красивые, потому что смотрите эту программу. Да. С трех попыток ты его взял, да? Три раза он тебя клевал. Офигеть. Ну, какой, бодренький. И старичок. Сейчас сбавлю обороты. Потому что не сойдет там? Да нет, за бороду хорошенько. За блесну можно брать? Можно. Можно. А ты, говоришь, рано налил воду в этот брундук. Все нормально. Вот какой. Красивый. Красивый. Вот как только ты зрителей красивыми назвал, сразу акушера. Да, это спасибо вам. Да. Вот видите, творите добро, и вам воздастся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Та только ногами, а та по пояс. Цапли красиво улетают. Они когда летят, очень красиво. Будем сейчас наблюдать, как улетает цапля. О, пошла, смотри. Смотри, сейчас шею начнет складывать. Пошла, пошла, пошла. Дико красивая птица. Оп, шею сложила. Прикинь. А вон две навстречу, белые цапли. Опа. На дерево садятся цапли, ничего себе. Никогда не знал, посмотри. Офигеть. Вот это прикол. Итак, ветки прогибаются, да? Сколько там, килограмма три в ней, наверное? Да больше. Думаешь? Конечно. Вон, смотри-ка, красивые они здесь такие. Я помню, в Лудзе они были серые, а тут они белые. Смотри, сядет, не сядет. Очень грациозно летают они, да? Рыбу едят в основном. О, на дерево, прямо удобрение. Они все едят, да? Красота. Вон, одна слетела с дерева. Что-то у них какая-то, какие-то движники тут вечером. Кружится там, что-то тусуется. А вон, с дерева спорхнула. Раз. Офигеть. Офигеть. Небольшой, зато всем ртом оделся. Да, маленький. Кто это у тебя там? Окунь, да? О, хороший. Поднимай. Отлично, красивый. Жадный берез, слушай. В общем, друзья, откусила, откусила большая щука мне поппер. Теперь я решил поставить не флюрокарбоновый поводок, а поставить поводок из вольфрама. Тончайший. И на игру поппера это не повлияло. Насчет клева пока сказать не могу, потому что в игре тоже не клюет. Щука здоровая была. Хватанула. Подсек. Показала брюхо. Выкрутилась. И флюрокарбончик срезала. Любимый мой поппер был. Минута молчания, друзья. Посмотрите на луну. Чего ты говоришь? Надо тупо с ночи на лодке будет встать. Посередине. Двекорит. Проснуться и сидеть вот так вот спал. Зачем? Я сначала думал, что камни бросают. Бабах! 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 Попперазы в одном месте. А, это доночник. Донку закинул. Да? Да. А, тогда, может быть, эти шары кидал. Шары скорее всего. Так что, ты какое-нибудь утро очень сильно удивишь чуваков, которые кидают шары в воду, что ты сидишь там с палкой в лодке. И как только они начнут шары кидать, ты активируешься, да? Да. Да. Ты думал, жерех, да? Да. Ну, туман такой вот. Ну, да, да, да. А, ну, да. С 10 минут, 11 минут 6-го. Еще пока туман на воде. Сейчас брать пока не будет, каких-нибудь. Ну, совсем немножко. Вкусно, только выглянет, туман сразу рассеется. И тогда мы начнем ломить. Сегодня эксперимент. Я вчера потерял... О, вера. И... Поехало по переноскам с гостиной. Да. Большая щука. Вышла и заглотила его по самому центру флюрокарбона. Поэтому сегодня решил, что второго такого попера я потерять не хочу. Тем более, он такой же формы, но не у такого окраса. Он тоже рабочий. Поставил тонкий вольфрамовый поводок. Буду развеивать миф о том, что с флюрокарб... Короче, с поводком никто ничего на попер не поймает. И ни голавы, ни окунь никто не клюнет. Ну, вот и проверим. Пускай этот миф останется в кулуарах тех магазинов, которые продают дорогие поперы. Ладно, смотрите, что будет. Вот оставшийся в живых. И вот такой вот вольфрам и потом плетеночка 0,06 для того, чтобы летело. Посмотрим. Ты что говоришь? Я говорю, что будет работать. А то. Мы не сдаемся. Вот так. Тем более, что сегодня день моряка. Поздравляю с днем моряка. Спасибо всех моряков. И Иже с ними на базах и фортах. Пламенное поздравление. Здоровья и успехов в ратном труде. Здорово, Игорь. Удар такой сумасшедший. Траву сейчас может затянуть. Ты что, контактный, да? Так, давай мотор на всякий случай выключим, Игорь. Я думаю, она... Выключи, пожалуйста, да. Энд, нажми кнопочку. Пока даже... А, ну давай, отвади. Даже пока не вижу, кого я тащу, Игорь. Йо-моё. Офигеть. Не знаю, не могу пока увидеть. А, щучара, слушай, щучара. Щучара. Был бы флюрокарбон, остался бы я сейчас без второго попера. Друзья, вот посмотрите на этот спиннинг. Вот посмотрите на него. У него тест 4 грамма. Посмотрите, какая у него рукоятка. И вот на такую... Опа! Свечка. Щука-то вроде небольшая, но какое удовольствие. Какое удовольствие. Я просто поражал. Очень тумно. Ну а ты... Как она напала на этот попер, она выскочила. А? Ну что, я не ставлю. А? Я не ставлю. Не, не ставь. У вас там за рот. У вас здесь. Якоречек нажми там. Не, не надо. Будет крутить. Ну что, подводим, да? Да. Я сначала думал, что там... Монстр. Ну монстр, да. Потому что, ну... Не, ну хорошая щучка. Вот за подарок. Так она сама, она швечку сделала. А, это ничего. Одно-дно. Ты смотри, как. За бороду, да? Она промазала по поперу. Была атака. Подожди. Опа. Не в лодку только. Так, а цепи. Ух ты. Ну давай лодку. Ну что? Ну что? Это солидная щучка. Я сейчас иду на ней. Я... Бороться было очень приятно, скажем так. Красота. Красота. Вот тебе и... Друзья, ну... Щука и флюрокарбон дела такие. Щуки флюрокарбон как-то до одного места. Проверим остальных рыб. Я надеюсь, что проверим. Такая щучка, ну, полторашка. Но тащить было... Может больше, чем полторашка. Да, такая. Главное, больше. Но тащить было просто прелесть. А, прелесть было тащить, потому что вот здесь она зацепилась. Потому что она выходила на попер, промахнулась и... А я подсёк. Поэтому мы и тянули за жабру. Острые крючки. Такого дела очень хорошо. Игорь наливает воду, дабы, если мы поймаем больше рыбы, чем положено, чтобы она была живая, чтобы мы её отпустили. Вот так. Эль, ты мыться собрался? Нет, нет. Вон, смотри, как там. Там начинают загораться деревья в рассвете. Вот наша заводь в тумане. И туман сквозь деревья пробирается. Подводи, подводи к этому месту. И вот столб прямо из тумана. От воды до неба. И потом раз, и вот такой коридор. И там большие-большие просторы. Дико красивая у нас река. Дико красивая. Те, кто побывал в этих местах, продолжают сюда ездить всю жизнь потом на рыбалку. И в тишине работает кольтер. Да. В городе Кокнеса, который находится километров пять отсюда, прозвучал выстрел. И из тумана вылетает целая куча лодок. Сначала вылетают птицы, а вслед за ними вылетает куча лодок. Это начало сегодняшнего этапа по судаку. к судаку. Сейчас проходят соревнования по ловле судака. Видите, народ летит на свои точки, забитые в GPS-ы, в навигации, на пешеных скоростях двигаются все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лодок. Кто быстрее? Вот такие вот гонки. Дойдет до места. Кто первый займет самую жирную точку? Гонщики в тумане. Ладно, удачи им. А мы тихо, мирно продолжим долбить окуньи и щупу. Без эхолота. Гонщики в тумане. Ну, с поводком? Да. С поводком. Все, теперь у тебя пропало ощущение, что ты только щуку ловишь. Ну да. Щучка, по-моему. Щучечка, щучечка. Прямо туда, где она стукнула, да? Прямо туда забросит. Круто? Да. Немножко помучаю, конечно. О, пошла, о, пошла. Ничего себе. Слушай, о, крутит. А где свечка? Ну, отпускаем. Включи, Игорь, якорь, чтобы нам это место не потерять. Оба, давай еще свечку. Оба. Оба. Тиринь, тиринь, тиринь. Красота. Вон, бобр. Смотри, сейчас хвостом маханит. Сейчас я... Оба. Вот бы такую атаку, да? Та-шу, на кушару. Бук. Раз, 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 раз. Опа! Ай! Акушарик. Слышишь? Напал. Трицел на руку. Щука. Вот тебе, пожалуйста, да? Хорошая щука. Как профессионально поднято щука. Без всяких лишних телодвижений. Это, конечно, приятно. Приятно работать с хорошим напарником. Да, да. Ну, дать тебе зевник и прочее. А, конечно. Нет, поехали. Тех. 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 И видишь, кстати, чуть не выплюнуло лобблера. Это я ее поппером подогнал тебе. Половите, пожалуйста. Ну, давай, давай, давай. Смотрите, какой уютный лагерек, ребят. Мы тут тоже, когда свободно, занимаем этот лагерь. Очень уютный, среди деревья. А вот наша заводь. Сейчас мы вот на тот угол пойдем еще немножко, облоем. И заканчиваем нашу рыбалочку. Едем в лагерь, кушаем, смотрим, че Костян поймал. И потихонечку начинаем собираться. Едоки, знаешь, есть у Ван Гога картина «Едоки картофеля». А мы – «Едоки макарон». Значит, рыбачишь, да? У тебя чехол в топоре. Понял? Значит, рыбачишь. А документ у тебя есть? Ну-ка, против солнца интересно. Страшно будет? А ты кто? Мужик в кокошнике. Да, мужик в кокошнике, точно. А ты так занырнуть можешь? Оттого. Вот столько рыбки. Причем у Костяна там еще подлещики в соли целый пакет висит. И мы еще две щуки только что употребили по классному методу. Рецепт на канале. Ну, для масштаба вот так вот. Такие вот товарищи окуни. Шука. Такая нормальненькая. Все на ультралайт. Каждая рыба доставалась с таким сопротивлением. Не каждая. Вон тот подлещик доставался без. Какой? А, да. Подлещик доставался без. Ультралайта. Да, без ультралайта и без сопротивления. А там вон пакетик еще с подлещиками. Ну, давай, Костяныч, приступим к хлебу, да? Вот такого вот тюленя можно встретить в реках Латвии даже сейчас. В жаркое время года. Тюлень резвится на воде. Резвится. Огромный хвостовой плавник тюленя. Тюленя оказывается по вечерам в тихих заводях Далгавы. А также здесь возится странное создание. Ученые до сих пор не могут определить, кто это. Он пускает пузыри изо рта, а также из других отверстий в его теле. И таким образом он призывает самку к спариванию. Все, друзья, спасибо, что посмотрели наш влог. С вами был Саня, Костян и Игорь. Всем пока. Обнял. Субтитры сделал DimaTorzok